здравствуйте здравствуйте скажи пожалуйста как тебя зовут из какого ты города приехал на ретрит меня зовут только я из москвы приехала приехал сазину недалеко не далеко до этого удобно наверное очень это было важно для тебя кстати говоря фактор принятие решения ехать или не ехать да потому что например на сочинский я не знаю когда бы собралась а это прям ну сто процентов удобно ну что не нужно куда-то лететь на это тратить время дополнительное которого сегодня первый раз попробовать очень удобно что что здесь было скажи а ты давно наблюдаешь за свет и и тем что она рассказывать за ее деятельностью несколько месяцев где-то наверное с июля вот очень интересно уже была там на марафонах постоянно слушаю эфиры в клубе слушаю эфире мне очень интересно нравится поэтому решил приехать скажи а что был решающим фактором что ты решил именно в живое вот это общение влиться с человеком многие же люди годами смотрят эфир ну нормально смотрят ну там на самом деле много полезной информации то есть это это факт но ты приняла решение приехать почему наверное было такое ощущение что подходишь какой-то жизненной ситуации что ну вот как будто бы выхода нету и это последний шанс последний шанс что что-то изменить что-то прям кардинально может быть даже изменить и это так произошло наверное просто потому что уже я очень много что знаю изучаю разных техник и специалистов но вот просто по отклику по внутренним каким-то ощущениям понимала что мне сюда нужно и что тут действительно мне дадут то что я хочу я прям так настроен настроена была на это но все равно же не знаешь точно на сто процентов как будет ты про качественный специалист правильно там да сама упомянула об этом да да я психолог у меня мне более 5 лет почти 5 лет практикую то есть ты это основной деятельности сама с этим работаешь тоже имеешь возможность прикасаться с душами людей если позволишь если позволишь я будет на это желание не могла бы ты нам приоткрыть а в чем был твой тупик с которым ты хотела за рамки которого ты хотела выйти с помощью вот света этого ретрита если можно в общих словах это было внутреннее какое-то национально очень сильно напряжение которое уже не снималась ничем потому что я очень много знаю техник практик методика всего прочего это было ощущение себя как оголенного нерва просто потому что когда ты работаешь особенно в такой профессии очень высокий уровень эмпатии и ты очень остро чувствуешь все что происходит в этом мире и видимо был уже какой-то передоз перегруз и эмоционально уже с этим было справиться просто невозможно и ну вот как бы света со своим опытом сообщи с другими другим сознанием абсолютно она как раз и приводит к тому что наши возможности это безграничны и мы можем делать все что захотите а какое основное качество одно ты могла бы выделить или который первый придет наук который бы сало для тебя и и вот из-за которого ты привлеклась к этому человеку логичность 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 это прям очень круто на самом деле никакой эзотерики ну просто если ты начинаешь но я очень много знаю я очень много читаю очень много знаю и очень большое количество информации потребляю ежемесячно скажем так и у света есть прям очень четкая структура и логичность она не говорит какие-то знания с потолка просто чтобы вы поверили это то что является во-первых ее опытом она всегда говорит о том что ну пробуйте сами можете пробовать и в ее поле в ее пространстве ты чувствуешь эту поддержку но вот логичность то что действительно какая-то есть опора на факты это основной момент тоже принять решение если бы мы перешли формат ожидания и реальности наш картинку ждали то как бы ты описала вот этот ретрит формате твоих ожиданий и реальности предвкушение представление вот ожидание это грубое слово но она зато всем понятно да я уже упоминала то что ну когда я ехала сюда наверное справиться с моим эмоциональным состоянием я прям ощущала что вот света был какой-то такой на сегодняшний день просто я не вижу больше никого да это был такой последний шанс справиться и решить какие-то мои личные внутренние вопросы и было ожидание конечно были сомнения естественно думаю ладно ну поможет поможет не поможет ну хотя бы хотя бы развеюсь да сменю обстановку на пять дней ничего страшного вот конечно надеялась но но думаю ну ладно будешь что будет то будет и по итогу ожидания реальность это сложно описать и я вот сама тоже очень много слушала отзывы но это реально сложно описать что как будто бы очень много произошло но ты не можешь объяснить что произошло словами ты точно никогда это не не сможешь объяснить и передать но это совершенно другие ощущения ощущения жизни и мы пять дней ощущения что мы прожили в этот же месяц всех причем настолько как-то трансформировались переопылили из рук в друга и света ну вроде бы вообще вот просто ну все просто логично по болтушки но блин эти по болтушки реально переключают твой твои волны знаете с одного радио на другое тумблер да ты начинаешь совершенно если если раньше у тебя в голове какой-то мусор то сейчас звучит какая-то прекрасная мелодия я бы хотел еще отдельно остановиться вниманием на практиках с бубном вот эти медитации которые светлана провела насколько для тебя это было вообще это вот уже такой больше про эзотерику да ну как тебе это вообще зашло я кинестетик я все ощущаю через тело очень сильно очень чувствую и тут было прям ну мне мне нравятся эти ощущения которые вот от губна но само пространство в котором во время практик мы находились все она стала каким-то таким плотным она стала окутывающим и воздух по ощущениям был как будто бы его можно было резать просто ножом он настолько сначала было ощущение что тебя разобрали вот прям по молекулам почистили и потом собрали обратно это прям ну очень круто очень круто бубен прям невероятно на физическом теле потому что у меня очень повышенная такая чувствительность ко всему и телесные ощущения прям вообще потрясающие умом тоже это не передать ты была последней из пяти человек кто выбрали рубит тариф и личная консультация с Светланой и как почему приняла такое решение то есть ты была не первая не вторая не вначале то есть видимо были какие-то сомнения или что почему-то в какой-то момент уже по-моему там перед заездом буквально за день за два ты решила что тебе нужны эти проработки эти личные встречи и как они для тебя прошли но вообще на самом деле скорее всего я приняла решение уже сразу и сразу думала об этом просто думала что решение нужно будет принимать по факту уже по приеду как бы типа вот там думала сориентируюсь поэтому чисто из-за этого почему мне нужны были личные проработки на самом деле свету не как бы уделяет внимание всем и мы тут говорим очень про личные вещи которые обычно не услышишь и очень но у многих же бывают похожие ситуации поэтому многие моменты до прорабатываются тоже автоматически но мне наверное хотелось просто личного внимания поэтому я выбрала до вип-тариф чтобы какое-то время уделили вот только мне персонально какой прекрасный ответ может означать возрастающие тесно при принятии себя без лишней слухи лучше классно и как вообще для тебя вот это взаимодействие личное время совместно проведенной оказалось эффективным безусловно да и на самом деле сначала был момент когда приходят какие-то осознания процессов того что там в чем ты жил потому что в чем был какой-то затык потом ты это отпускаешь и уже там на завершающей консультации я даже как-то ощутила понимание своего будущего того как я смогу жить уже когда вся вот эта вот история отвалилась вся шелуха отвалилась и ты идешь в честность собой отпуская все что тебя раньше сдерживало конечно тут немножко рушится твои иллюзии рушится картин мира но на личных консультациях на завершающей уже был такой момент когда ты почувствовал опору что ты даже несмотря на то что страшно даже несмотря на то что ты не знаешь что там будет но ты можешь в это идти и там интересно и там что-то классное ощущение если сравнивать что это альтернатива какому-то там страху например до двигаться вперед в сторону отдельно хочется тоже остановиться на практиках ирина дмитриева гвоздь и игра радуга как было это для тебя скажи взаимодействие с ириной проводнику ирина это мощь огонь ураган не за что еще сказать просто женщина которая своей энергетике может мне кажется очень много вагонов лайнеров и все что хочешь поднять просто воздух и гвозди это и для меня я сто процентов уверена для всех участников ретрита это был особый ритуал ритуал до который просто тебя перед перепрошил перезагрузил вообще ну просто отформатировал какой-то тащат лава подобрать но это ты узнала новую себя я знала но я знала себя я позволила себе освободиться от того что меня раньше в чем-то сдерживала с помощью этой практики да да тебе это удалось это прямо я права что ты дважды по моему да я два раза стояла на гвоздях мне два раза во время этого ретрита я подчеркиваю что это вообще такая тоже супер опция было такое у тебя решение а почему то есть первый раз ты пошла второй раз почему очень было больно первый раз и видимо было много какой-то вот внутренней боли которую нужно было отпустить и и первый раз она прожилась очень большая большую частью а вторая часть уже стала завершающей но меня тоже и после гвоздей очень сильно собрала это такое ощущение когда ты начинаешь жить в своем теле и начинаешь прям возвращаешься вот эти вот ощущениям мира то есть что дает нам принципе там какую-то радость повышает наши вибрации счастье и все такое это те ощущения которые мы получаем от этого мира но когда мы находимся в стрессе и в боли и мы находим блокируем свои негативные чувства какие-то да и точно так же и любые любое получение позитивных эмоций она точно также блокируется тело становится просто бесчувственным немым как будто бы а эта практика она позволяет разрешить себе почувствовать боль и через это вы начинаете чувствовать вообще себя свою жизнь какой-то огромный блок до который можно с помощью такого момента просто фонтаном проработать можно было бы так сказать да да но ты ты начинаешь чувствовать это самое как ты начала чувствовать я начала чувствовать вообще по-другому просто какие-то другие ощущения себя это не совсем другие это то что ну как очищение но только но только очень сильнее глобальный потому что особенно живем в городе мы в социуме в городе очень сильно засоряемся забиваемся а это прям как какая-то прочистка прям как будто тебя очень хорошо помыли изнутри и и ты начинаешь лучше чувствовать все вокруг как из я прошла и крана трансформационным который ведет ирина радуга интересно но не знаю наверно было немножко тяжеловато как-то не могу сказать каких-то впечатлений которые еще делала не знаю это может быть опять же связано с моим личным опытом того что много 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 что знаю и это для меня немножко так уже маловато вот там света а вот гвозди это да 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 вот гвозди это да Скажи, пожалуйста, Оль, а если бы ты сейчас что-то напутствовала ребятам, которые смотрят этот отзыв и, например, думают, ехать или не ехать, что бы ты им? Ну, не знаю, я бы им советовала, конечно, по отклику, но не всем прям расходитесь, потому что потом мест не будет. Я хочу тоже еще раз. Я хочу ездить еще, пожалуйста, мне вдруг не будет мест, вы будете там все занимать. Сидите дома, да. Ну, сидите дома. Мы сами поедем еще раз. А, я же не спросила про сюрприз. Как тебе понравился наш сюрприз? А говорить прям реально, что за сюрприз? Ну, конечно, это была встреча с Гастоном. Приехал прекрасный мужчина, который тоже живет без твердой пищи. По-моему, он там иногда пьет соки какие-то, жидкости. Вот они сегодня проводили запись со Светой, а мы присутствовали. Это было прям очень потрясающе и очень интересный тоже опыт. На самом деле, вот перестаешь хотеть есть. Я себя отловила на таком ощущении, что ну и в поле Света, в принципе, как бы не хочется есть, но в течение пяти дней все равно ты переживаешь какие-то эмоциональные состояния, которые вскрываются. Я пока еще не ухожу глубоко во все эти практики, только планирую. Но все равно там немножко что-то ты поешь, но сильно меньше, чем обычно. В его поле, что я почувствовала, что ты настраиваешься настолько, что даже нет ощущения потребности. И вот эта вот энергетика и то вообще какое-то бесконечное счастье, которое он излучает, ты можешь вообще на этом, я не знаю, сколько есть и пить это, и... И если пить ему счастье, да? Если пить это счастье, да, и даже нигде ничего не будет бурчать. Ольга, я благодарю тебя, что ты поделилась. Да, и я не сказала про нашу прекрасную группу, которая собралась. А-а-а, давай, конечно, это замечательно. Вообще тоже, ну, наверное, к тем, кто думает, что там как-то будет, может быть, комфортно, некомфортно с другими людьми, жить под ней, под одной крышей. Мы тут как бы все друг с дружкой взаимодействуем, чужие, не знаешь никого, не видишь первый раз. Но, блин, это настолько вообще все оказались роднулечки. Просто все такие роднулечки, как будто приехали домой. Вот, поэтому я вам всем рекомендую посетить это место, которое возвращает тебя домой. Ты сдерживаешь слезки. Нет, я их не сдерживаю, они сами сейчас пойдут или не пойдут. Это очень трогательно. Да, очень трогательно. Очень трогательно. Я тоже очень просто неимпатичный человек. И вот все, что ты говоришь, я это и так чувствую. А еще я какой-то момент через себя пропускаю. Это прям такая волна. Пошли. Да. Олечка, благодарю тебя. Ты невероятно красивая девушка. Спасибо, что ты украшала вообще каждый день все это наше пространство. Спасибо. Я надеюсь, что мы еще будем вместе в каких-то мероприятиях участвовать. Буду очень рада тебя видеть снова. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.